Предполагается, что новый шелковый путь пройдет по Центральной Азии, России, Белоруссии и Европе. Наиболее значительными проектами в воссоздании древнего маршрута является реконструкция шести дорожных коридоров, три из которых непосредственно взаимодействуют с транспортной системой Забайкальского края. Инфраструктура Транссиба должна стать экономическим коридором. Концепция шелкового пути и морского шелкового пути 21 века, которую выдвинул председатель КНР Сизинфин, предполагает объединение, прежде всего, экономическую интеграцию стран, которые находятся на всем евразийском пространстве, а также стран Тихого океана и Индийского океана. Интеграция их в единое экономическое сообщество. Сегодня специалисты убеждены, для развития пути необходима целостная стратегия. Планов отдельных компаний и даже правительства недостаточно. Требуется единая дорожная карта для всех стран, которые объединяет шелковый путь. Немало вопросов и непосредственно к Транссибу, поскольку скорость движения поездов здесь одна из самых невысоких. Железная дорога прокладывалась еще при Николае II, и из-за вечной мерзлоты болот состоит из множества кривых. Современные технологии позволяют их спрямить, если говорить профессиональным языком. На сегодняшний момент сложно говорить, что это начало пути. Конечно, это очень сложный проект, но, тем не менее, реализация позволит нам и нашему краю быть востребованным в данный момент. Сегодня создана площадка совместная с Институтом природных ресурсов на нашей базе, Института дорожного транспорта, и где позволит обменяться мнениями по этому вопросу. Немаловажным аспектом в реализации проекта «Шелкового пути» являются и вопросы экологии. Конечно же, транспортные маршруты не оказывают такого сильного катастрофического воздействия на экологию, но, тем не менее, это прокладка новых путей, усиление движения. Все эти вещи мы должны учитывать, в том числе с точки зрения краснокнижных растений, животных краснокнижных, которые из-за Байкальского края, насколько это будет влиять на них, где будут проходить эти маршруты. Все эти аспекты, конечно же, тоже изучаются. Конференция продлится до 23 ноября. В ее рамках участники посетят в том числе и станцию «Карымская». Наталья Собейникова, Андрей Шаронов. Время новостей.